Я решил уйти в отставку, чтобы сохранить мир в стране. Правильный шаг это или нет, оценит история. Так выглядит сегодня Кыргызская революция. Президент Саран Пайджинбеков добровольно оставляет свой пост. Уважаемые сограждане, в любой работе всегда есть недостатки, за что я прошу прощения. Это они добивались каждый день. Митингующие в основном из Иссык-Кульской области, но есть и представители других регионов. Требовали кардинальной смены власти, полного распуска парламента. Депутатам даже поступали угрозы. Новым премьером видели недавнего заключенного Садыра Джапарова. То, что не получилось на прошлой неделе, свершилось на этой. В среду парламенту удалось собрать кворум. Заседание признали легитимным. 83 депутата утвердили Джапарова премьером единогласно. Пусть Саран Пайджинбеков все полномочия отдаст премьер-министру. Не спикеру, а премьер-министру. Такого давления президент не испытывал еще никогда. Джапаров объявил, он будет настаивать на уходе президента, как того требуют митингующие. В день переговоров премьера с главой государства демонстранты передислоцировались ближе к госрезиденции. Собирались ее штурмовать. С новой трибуны новые лозунги. Спикера посадить, его дом разгромить. По конституции после отставки президента его обязанности переходят к спикеру парламента. Но тот добровольно уступил полномочия главы государства премьеру Джапарову. Спикер Канаты Саев отказался от исполнения обязанности президента. Полномочия президента и премьера переданы мне. Каких-то две недели назад он едва ли мог представить себя в этой роли. Джапаров один из известных заключенных. Сидел и при Атамбаеве, и при Джинбекове. Дело имело политически мотивированный оттенок. Джапаров закончил институт физкультуры. Имеет нагрудный знак «Отличник советской армии». После распада СССР был председателем совхоза, затем директором нефтяной компании. Политическую карьеру начал после тюльпановой революции. Поддержал пришедшего к власти президента Бакиева. В 2005-м стал депутатом парламента. Запомнился тем, что выступал за национализацию золоторудного месторождения Кумтор, который разрабатывают канадцы. Еще при первом президенте Акаеве доля прибыли к Кыргызстану сократилась с половины до 33%. Садыр Джапаров, когда поднял этот вопрос, очень радикально, очень так бескомпромиссно, в противовес, скажем, руководству страны, тогда же, конечно, его имя стало известным. В своей Иссык-Кульской области он собирал многотысячные митинги в защиту родных недр. Во время одной из таких демонстраций попал в заложники губернатор. Его заперли в машине и грозили поджечь. Непосредственный исполнитель указал на Джапарова как на организатора. Других доказательств не было, но обвинения политику все же предъявили. Джапаров бежал из страны, несколько лет жил за границей, быстро стал популярен среди трудовых мигрантов, но потом решил вернуться на родину и баллотироваться в президенты. Прямо на границе его арестовали, митинг сторонников жестоко разогнали. Под стражу взяли двоих братьев и двоих сыновей Джапарова. Его, когда посадили, умер у него сын, умер его отец, понимаете? То есть этот человек практически стал мучеником в глазах народа. То есть народ воспринял, что именно Садыр Джапаров из всего вот этого политического истеблишмента наиболее соответствует и прошел тот же путь, что и проходит окраина. Простые жители нашей страны. На прошлой неделе революционеры вытащили из тюрьмы Джапарова одним из первых, наряду с бывшим президентом Атамбаевым. И пока свергнувшие власть молодые определялись с лидером, более зрелое поколение, а также жители глубинки объединились вокруг Джапарова. Он думает про народ и про этот Кыргызстан. Вот его надо избирать. Устали от бедности, от нищеты, от жизненной бытовой безработицы. Устали. Из-за этого собираются. И вот это все не решается. Именно народные массы, они подхватили, вынесли. И тут оказалось, что вот эта молодая поросль, она как бы оказалась немножко оторвана от своего народа. Молодежь сразу проиграла. И площадь заполнила именно вот эти массы, которые приехали из регионов. Это самый такой глубинный народ, который действительно сильно пострадал. Для таких людей пандемия коронавируса обернулась настоящей катастрофой. Тысячи не просто потеряли работу, им в прямом смысле стало нечего есть. А тут еще и политический кризис. Отсюда и попытки мародерства. К нам поступали сообщения о попытках захвата земельных участков, то есть в сельском хозяйстве, о попытках вымогательства и в гостиничном и ресторанном бизнесе, и в других объектах малого и среднего бизнеса. Но, пожалуй, больше всего пострадали горнодобывающие предприятия. Под вечером ночью пришли неизвестные лица. С той стороны у нас, это со стороны КПП, шлагбаума, в количестве от 30 до 50 человек. Нарынская область. Угольный разрез Каракичи. Ночные гости называли себя дружинниками. Пришли якобы для того, чтобы охранять. Стоявшие на посту милиционеры бежали через горы. А налетчики первым делом добрались до сейфа. На первом сейфе у нас хранились стенные блоки, жесткие диски от видеокамер. А на втором сейфе, на нижнем сейфе, хранились документы и материальные ценности. По самым скромным подсчетам, ущерб почти 6 тысяч долларов. Но найти виновных будет непросто. Захватчики сорвали камеры видеонаблюдения и потребовали убрать милицейский пост навсегда. Чтобы можно было бесконтрольно воровать сортовой уголь. В Кыргызстане это второй по величине угольный карьер. Отсюда уголь поставляют во многие города республики. Покупает его и бишкекская ТЭЦ. После попытки рейдерского захвата добычей здесь не велась больше недели. Так что теперь это может отразиться на отопительном сезоне. И особенно в регионах. В Бишкеке ситуацию пока держат под контролем. Мы надеемся, что наши отечественные поставщики, а не ответственные поставщики, у нас такого не было, чтобы они как-то срывали нам осенне-зимний отопительный период. Прибыло и было разгружено. 70 вагонов за прошедшие сутки ждут еще разгрузки. 38 вагонов. В столице убытки подсчитывают владельцы магазинов и ресторанов. Банкетные залы пустуют уже почти год. Осенние месяцы обычно самые доходные. В это время в Кыргызстане чаще всего справляют свадьбы. А с наступлением зимы начинают проводить корпоративы. Все банкетные залы рассчитывают только на эти три месяца. Именно эти три месяца с начала пандемии, революция. Политическая нестабильность отпугнула инвесторов. Из-за сорванных контрактов Кыргызстан потерял больше 100 миллионов долларов. Чтобы минимизировать экономические потери, надо сейчас в срочном порядке, во-первых, всем политическим силам вернуться в правовое поле. Это мероприятие, я так вижу, потихоньку совершается. Теперь следующий шаг – нужно снизить конфликт в обществе, потому что он не решен. Если бы мы не пытались стабилизировать ситуацию после 5 октября, мы бы тут сейчас не сидели. Передача власти идет мирным путем. С этого момента я обещаю направить все свои силы и опыт на работу, которая на меня возложена. С первых минут премьерства он отказался от национализации Кумтора, к чему призывал долгие годы. При этом в своих руках сосредоточил всю власть. Ближайшего соратника и друга назначил главой Госкомитета национальной безопасности. Ушедшему Джейнбекову предоставил статус экс-президента с положенными привилегиями, в том числе неприкосновенность, госохрана, персональная пенсия. Парламент, с которого, по сути, и началась революция, пока будет работать в прежнем, еще довыборном составе. Пережив полторы недели митингов, забастовок, экстренных и тайных заседаний, Кыргызстан понемногу приходит в себя. В Бешкеке отменен режим ЧП, начинается нормальный политический процесс. Повторные парламентские выборы могут пройти в республике в конце декабря, досрочные президентские в середине января.